А на самом галл-концерте подходили участники, поздравляли? Да, подходили, поздравляли, обнимали. Не только участники, работники СТБ, которые все время не признавались, что они за меня болеют. А когда уже объявили результаты, подходили много работников СТБ, говорили, что они только за тебя болели, то есть мы в тебя верили. Но не подавали этого признаку, потому что у них там определенные подписные катарики, в которых написано, что им нельзя выдавать свое мнение. Но после объявления это мнение было видно сразу. В вопросе катания. Что было самым сложным на проекте? Самым сложным это было уследить за секретами фокусов. Так как репетиции происходили не в закрытом пространстве, а на виду всех участников, то есть все участники знали все секреты фокуса. То есть они видели репетиции, видели неудачные репетиции, когда все не получалось. И вот это было самое трудное, сохранить секреты. Получилось сохранить? Не всегда, но некоторые секреты удалось сохранить, о которых никто еще не знает. То есть они только догадываются, они в догадках понимают, как это делается, но точно, как это все происходит, никто не знает. Были какие-то, например, во время эфиров какие-то непредвиденные ситуации? Непредвиденные ситуации несправно были только на генеральных репетициях, потому как репетировали мы в одном зале, а эфиры шоу на другой сцене. И сцена меняется, свет меняется, и все, как говорится, все каки вылазили на репетиции. А в прямом эфире старались этого уже устранить, чтобы не было видно секрета фокуса, не было к чему прикопаться. Далее Оля интересуется, нашлись ли воры, которые обокрали вашу квартиру? Не могли ли быть это просьбе конкурентов, хотя бы паспорт вам вернули? Сейчас паспорт ищется, то есть мне пообещали его сегодня-завтра уже, вроде бы, ребята, которые пообещали меня найти, то есть пообещали, что паспорт вернется. Сейчас в режиме ожидания, воры не нашлись, по горячим сюда милиция не нашла. Я не думаю, что это были какие-то конкуренты, это просто наркоманы видели, что форточка открыта, и взяли через форточку, и забрали вещи, которые были в коридоре, в то время, когда мы все спали. Мы на первом этаже живете? Да. Так, Юля пишет, Віталик, вітаю тебя с перемоги на шоу, хочу запитать тебе, как бы ты не был фокусником, какую профессию выбрал? Это трудно сказать, потому что фокусы они затягивают. Когда узнаешь один секрет фокуса, и у тебя он получается, и получается его показывать на публику, тебе хочется постоянно, что ты показываешь новенькое. И это так затягивает, что это трудно сказать, кем бы я мог бы быть. Потому что профессия интересная, она постоянно усовершенствуется, меняется. Такой профессии, которую я не вижу интересной. Ну, вы фокусами стали заниматься в восьмом классе, если не ошибаюсь, да? А до этого, ну, допустим, в уроком детстве, кем мечтали быть? До этого мы с другом решили поступать на бармена. Я был немножко жонглером, умел жонглировать, и мы решили поступать на бармена. Но потом, когда я прислуживалась, что я поступил в островную церковь колледж, а друг все-таки поступил на бармена. Сильно на меня бежал, что я его бросил, потому что мы с самого детства, с первого класса ходили вместе, мы жили в одном доме. Все время ходили в школу вместе, возвращались, и решили поступать после школы тоже на бармена вместе. И тут я его, как говорится, кинул, вошел в другую сферу, и он остался один. Большая пауза, перелистываю страничку. Светлана пишет. Здравствуйте, Виталик. Я знала, что ваше уникальное выступление не останется без внимания. Чем дальше собираетесь заниматься, если не секрет? Всего вам наилучшего. Дальше это как бы не секрет. Буду продолжать удивлять людей, буду создавать новые номера, новые трюки, новые лизионы. На месте стоять не буду. Будут появляться, может, не в телевизионном варианте, может, в интернет-варианте, новые выступления, новые записи, новые трюки. Потому что на месте стоять это не мое. То есть мне будет постоянно подвигаться все дальше и дальше. Юля. Светлана. Виталий, поздравляю, ты лучший. Скажи, ты можешь познакомиться с девушкой через интернет? Кто тебе больше понравился из-за людей? Такие разноплановые вопросы. Ну, через интернет вряд ли я буду знакомиться, потому что я люблю живое общение. Некоторые пытаются со мной познакомиться. Я переписываюсь, отписываю, но так, чтобы сильного общения у меня такого нет. Потому что я люблю живое общение. Увидеть глаза, поведение человека. Потому что через клавиатуру можно многое написать, а в живую можно человеку узнать поближе. А из судьи больше всего мне понравился Ильяму, потому как он самым необычным образом реагировал на фокусы. То есть у него было такое удивление, которого я давно не видел. Реакция его поправила, да? Татьяна, как часто в твоей работе случаются непредвиденные ситуации и как ты с ними справляешься? Может, бывали и забавные случаи? В моей профессии они постоянно случаются. Так как моя профессия, это можно сравнить, допустим, с профессией жонглера. Какой бы ни был жонглер, он никогда не знает, когда у него придет шарик или кольцо, или голова. Так же самое фокус. И никогда не знает, когда у тебя фокус может не получиться. И ты в основном на репетициях думаешь не о том, как показать этот фокус красиво, так как он уже отрепетированный, а ты задумываешься о том, если он не получится и как от этого избавляться, как можно будет выкрутиться с этой ситуации. И прежде чем, как выйти на сцену, я стараюсь продумывать все нюансы. Даже если трюк не получится, думая о том, как сделать так, чтобы этого не заметили. Чтобы не раскрыли секрет. Да, чтобы не раскрыли секрет, так как никто не знает, что я буду показывать, никто не знает, какой фокус произойдет. Приходится выключиться так, чтобы номер был, может, не полный, но зато без секретов. Диму. Так, вопрос понимающего, понимающему. Виталий, ты за легалайс? Что это? Легалайс. Легалайс. Это, наверное, какой-то рэпер. А-а-а, может быть. Может быть. В детстве я слушал рэп, слушал многоточие, Легалайс. Знаю, что у них какие-то там штучки происходили, но в данный момент у меня тоже отошло это время. То есть рэп слушаю, но не такой большой фанат, и как детки. Если это рэп, конечно. Да, я почему-то думала, что это что-то с фокусом. Может быть, как-то так называется, что-то у вас. Так, следующий вопрос вновь Татьяна. Привет, неинтересно, бывают ли моменты, когда твоя работа приходится тебе в тягость? Бывают такие моменты, когда работаешь с большими трюками, с большими легионами, так как к ним приходится готовиться очень долго, в основном занимает очень много времени, так как выступление может занимать пять минут, а подготовка реквизита может занимать около двух-трех часов. Ты, когда приезжаешь на работу заранее, ты начинаешь собирать этот реквизит, крутить аечки, шурупчики, два-три часа, потом пять минут выступаешь, и опять приходится разбирать. То есть, чувствую себя в этот момент не фокусником, а каким-то слесарем, конструктором, который занимается только реквизитом. Так, и еще вопрос. Ты отличаешься необыкновенной силой воли и поразительным стремлением развиваться. Что посоветуешь людям, которые все еще находятся в поисках себя? Откуда черпать силы и вдохновение? Силу нужно черпать изнутри. Должно быть самое главное желание и цель, в которой ты хочешь прийти. И переступать через все преграды, не смотря ни на что, идти к своей цели напрямую. Это вот самое главное. Самое главное это желание. Если есть желание и вера, оно к тебе придет рано или поздно. Александр интересуется. Виталик, какую часть выигрыша забирают у тебя государственные органы и прочие паразиты? Сколько составили твои материальные затраты на участие в этом конкурсе? Материальных затрат сильно много не составило, потому как мне помогало СПП с изготовлением некоторого реквизита. Мне даже оплачивали бензин, чтобы я ездил на реквизита, так как меня не сидели в площади в детстве, потому что я киевский. Для государства, как оказалось вчера, то мне выплачивают на 1 миллион гривен, если бы берет на себя все налоги, то есть они сами проплачивают все налоги, а мне выдают ровную сумму, как ни странно, потому что все думали, что действительно с миллиона будет вычета какая-то, но тут СТБ молодцы. Уже получил выигрыш или еще все это в процессе? Нет, еще нету паспорта в режиме ожидания, то есть как только получится паспорт, обещали выплатить. А вся сумма сразу, не знаешь? В некоторых случаях сразу, в некоторых не сразу, так как нету возможности сейчас получить приз, я не сильно задал вот этим вопросом, сразу или не сразу, точно не могу сказать. Виола, Виталик, поздравляю с победой, хочу сказать спасибо за те номера, которые ты нам подарил, за те эмоции, которые мы испытывали во время номеров, но, конечно, все имеет свое объяснение, ты реально крут, а теперь вопрос, какие чувства испытывал, находясь на проекте, что было самым сложным? Было сложным вы говорили о чувствах? Чувства за весь период это было как бы чувствовать такой маленькой конкуренции, потому что я уже прошел не один конкурс, не один фестиваль, и понимал, что это самый конкурс, только большого формата, и понимал, чтобы выделиться, нужно посмотреть кто на что способен, сделать то, чего не делают другие. То есть я постоянно наблюдал за участниками, следил за соперниками, и старался выделиться на проекте какой-то новой идеей, новым фокусом, то, чего еще Украина не видела в исполнении других фокусников Украины. Леди Е. Виталий, правда ли, что на вручении диплома в группе, в которой вы учились, вы бы обещали устроить праздник? Ну, там фокусы показывали в группе, там, где я учился в академии. Виктор Мадам? Да, было такое, сейчас ждем фиг-приза. Я обещал в группе, то есть диплом мне в эту ходу не удалось получить, так как зачета диплома совпала с датой прямого эфира, и комиссию никто не будет собирать ради одного у меня пришлось принести задачу диплом на следующий год. А так вся группа знает, что все меня поздравили, знают, что я победил и ждем миллиона, как говорится, чтобы всех собрать и отправиться так, как полагается.